Всем доброго времени суток. Решил сегодня поменять рулевой наконечник на машине Рено Кангу 2011 года полтора литра DCI. Ставить будем наконечник такой ТРВ немецкий. Это не реклама, просто показал фирму нормальное более-менее. Меняю я это с правого боку по ходу движения. Сейчас он находится у нас в таком вот состоянии. Уже люфт ощутимый, даже рукой. Когда движешься, так стучит сильно уже. К этому делу я продвигался уже месяц почти. Недели две как новые запчасти лежат. Вот решил поменять, потому что все равно надо. Это все дело мы делаем без, как бы сказать, вмешательство в развал. К какому я пришел выводу. Ну перед этим как снят надо сорвать гайки на колесе, болты. Потом поддомкратить, открутить колесо. Это думаю имеют все. Вывернул я руль вправо, чтобы удобно было крутить. Машина вот поддомкратенная у нас, где-то на 35 сантиметров. Поставил на колодку для надежности, чтобы не упало. Расскажу вам, как я вот придумал, чтобы развал не особо спешить делать. Но все равно надо делать. То, что раз я помню поменял, покуда ездил. Две пары резины срезал. Потом только, когда уже новую купил резину, так добрался до стола. Вот. Берем мы старую контргайку. Уже я ее отвертел. Откручиваем. Контргайка у нас на 22. Рулевая тяга сама. На 13 ключик здесь. Также не забываем пометить грань верхнюю. Вот маркером я пометил верхнюю грань, чтобы не затиралась. Потом, что я сделал. Открутил старую контргайку до такого предела, чтобы сюда вот вмещалась между старой контргайкой и рулевым наконечником новая гайка. Контргайка. Вот так она сюда заходит у нас. На этом вот мы отмечаем также гайку, чтобы не сбилось в процессе отворачивания рулевого наконечника самого. И когда уже выдавим вот шаровую наконечника, аккуратно все это дело открутим. Завернем до тех пор, покуда не будет вот эта наша контргайка вставляться плотно в этот зазор. И потом уже будем контргайить этой. И также старой той, что сзади второй. Также еще под контргаем для надежности. А потом уже, когда все это дело поменяем, поедем на СТО делать развал. Сейчас я меняю на правой стороне, потом поменяю на левой. Но на левой она не разбита особо. Ну, желательно менять эти детали парами, так как и шаровые опоры колеса также парами желательно менять, чтобы потом опять не делать развал при замене следующей. Ну что, будем откручивать. Сейчас пойду посмотрю, кто-то там подъехал. Поехали. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok Это подъехал Человечек Страховать Животное Корову Также и машины Страхуют Думал свою Старую Застраховать Да ладно Сделаю эту Будем на этой ездить Короче так Выставляем Этот вот Зазор Вытаскиваем Контрогайку Старую То есть Старую Новую Куда-то уже Маркеры А вот Маркеры Положил Наметим Эту гайку Маркером Также вверх Чтоб не сбиться Ну И будем Откручивать Саму тягу Еще раз проверю Здесь уже Полмиллиметра Полмиллиметра Это много Надо четко Выставить Так все Гайка у нас Находится Кверху Гранью Так как и здесь Немного Туда-сюда Миллиметр Хода Самой Грани Гайки Есть Немного Отлегся Ролик затянул Ну ничего Мы Кому-нибудь Да будет Интересно Посмотреть Главное Чтобы гайка Это наша Не упала Под пол Это уже Было Такое Ну что И вторая Есть Со второй Чай Так Вот Гайка у нас Держится Это Расстояние Мы Соблюдаем Будем Сейчас Крутить Так Нет Камеру Поставлю Чтобы В руках Не держать Вот так Видно Нам Работать Будем Без Крышатов Неудобно Их Так Ставим Съемник Что-то У нас Ну вот Съемник Съемник Подлежная Вот такой Съемник Ставим Выдавить Нашу Коснулся К затвору Прорвала Запись Будем По-новому Так Ставим Короче Съемник Выдавливаем Шарову Нашу Снимаем Старую Запчасть Бля Съемник До сперчат Конечно Рукам Приходится Когда Ключ Слетает Съемник 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 у нас под напряжением находится сейчас механическим берем сверху немного хорошо зажало хотя неделю назад снимал проверял уже вылетала наша подожмем еще нас сюда тем еще таки руковицу тормозной звезд руку сбить можно до слетал выскочила наша опора со свистом уже вот такой вот люфт болтается можно сказать что у нас тут метки на гайках на месте будем снимать все это дело окручивается рукой вот наша старая деталь сняли сейчас сравним с новой вот новая деталь по длине новая кажется длиннее что ли сейчас посмотрим если длиннее где надо навернуть наверно более они визуальный обман одинаковые это приложил левую это наша правая правую так как левую не приложишь симметрично только так вроде расстояние одинаковое старые наши детали шаровая уже болтается с таким люфтом нормальным слышно вот в стороны стучит там идут такие вроде губок с двух сторон а вот туда сюда очень сильно болтается это за счет пыльника она еще держится так так если взять вот туда сюда то уже люфт слышно 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 вот такой вот щёточкой мы прочистим здесь резьбу сейчас и что я не сказал перед тем как открутилась вот эту гайку контрагайку а с той стороны также резьбу очистим все что песком не портит сейчас немного почистим эту так гайку нам задевать особо не надо чтоб не сбивалась так так чистим от отложения торжи так 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 вроде не сбил гайку метки на месте сверху посмотрим саму рулевую тягу рулевой тягу шат этот должен быть туда-сюда ничего не болтается сама тяга нормальная а вот этот наконечник у нас был разбит будем сейчас ставить сам наконечник на место уже новый я поставлю камеру чтобы поудобнее было видно думаю не упадет конечно чтобы камера была лучше было снимать с китая выписал она ерундовая пришла уже аккумулятор раздула новая накручивается у нас от руки знаю может быть добавить это фиксаторы хотя они не будут фиксатор будут лишние потом при регулировке так это немного так гайка на место метка поставили и смотрим чтобы гайка новая контргайка у нас стала между ну вот она с люфтом немного так вернее с зазором приличный зазор полмиллиметра такой что он предпринем полмиллиметра на развал то все равно я буду загонять машину наверно это полмиллиметра трогать я не буду немного все таки крутануть это у нас так получается если смотреть со стороны колеса немного против часовой стрелки повернем все вместе чтобы две метки повернулись при этом сама рулевой ну конечно сам должен стоять не шевелиться еще немного провернем вот уже гайка подошла у нас еще немного получается упал ключик на пол оборота вот теперь у нас гайка контргайка ставится плотненько контргайка стала плотно конечно немного тормозил можно сказать тормознул хорошая контргайку это не навернул вторую новую ладно отворачиваем все это дело обратно тогда метки наверх повернем наши так вот они метки вышли наверх сворачиваем обратно в любой наконечник наворачиваем новую гайку новую контргайку новую контргайку надпишаю кверху наворачиваем новую контргайку до упора со старой а потом уже сам наконечник продумал отверстие наконечнике чтоб там грязь из пыли не попала заворачиваем сейчас посмотрим докуда она завернется у нас позвольте ли старый ну вот у нас здесь где наконечник ходит выходит уже вертикаль а там еще не дошло если провернуть она смотрит вниз получаться у нас надо будет подвернуть как я подворачивал в левую тягу саму здесь я поставил обратно вертикально чтоб смотрела а вот здесь мы подвернем саму в левую тягу чтобы уперлась контргайка вот уперлась у нас контргайка и все это дело что то дело так вот это моя трапочка забросил трапку протирать а вот нашел я смотрел на письмо а прочистить отверстие куда ставится наша шаровая шаровый наконец чтобы там не было ни песка ни грязи еще раз прочисту отверстие снимаем защиту вот так это все дело у нас выглядит метка провернулась на 180 градусов вниз пошла посмотрим что здесь у нас вышло ну вот четко стало даже ничего нигде не сдвинул это дело все мы обработаем этим фиксатором так как у этой фирмы на гайке нету пластикового сверху фиксатора здесь находится вместо фиксатора если на камеру видно от сторон поднесу гайка такая сверху сверху вот где скос этот сверху у нас плюс тут а как бы немного это вместо пластикового фиксатора фирмы так делая думаю что добавим фиксатора уже чтобы наверняка держалась и все это дело будем зажимать нажмем здесь зажмем эту контрагайку новую и еще старые дожмем уже наверняка будет держаться можно даже под старый фиксатор а также капнуть немного ну там особо фиксатором не буду увлекаться то что еще развал делать она с того там особо не смотрят не откручивается это хоть кувалдой пытается отключить это когда я здесь у нас того машину будете надо рядом стоят наблюдать чтобы не поломали то что уже было не раз такое я нашту побила поломала люблю по грозам поездить сзади то посадка у этой машины нормальная а вот спереди двигатель низковато находится так что когда едешь по бездорожью надо глядя чтоб двигатель не сел между колеи ну что здесь есть рассказать ролики так я уже растянул не столько сказать сколько и работы сколько болтовни если нормально так менять по-нормальному то здесь работа на 10 минут открутить гайки 2 выбить и закрутить все назад бухай на 20 если с колесом дальше а уже показывать не буду так как здесь надо работать аккуратно уже под конец двумя руками снять одно дело качественно поставить это второе расскажу на словах здесь мы ставим гайку новую здесь вот звездочка где ставится звездочка чтобы держать чтобы не проворачивалась на резьбу я капну фиксатора гайку мы завернем плотно по усилию я не знаю сколько зажимать ну ну так чтобы не сорвать зажму здесь потом зажму контрагайку новую вот эту и вот что от самой от наконечника идет а потом дожму старая еще контрагайка и все и потом обратно в парадке ставим колесо опускаем домкрата убираем колодку и можно браться за вторую сторону но вторую сторону уже снимать нему так как 2 меняется аналогичной этой здесь все одинаковое у нас кому было интересно полезно ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите комментарии может что не так сделал буду иметь ввиду следующем разе всем спасибо за просмотр удачи до свидания